Нашел я таки недостающую эту вот плазму, где она? Вот она, микроплазма. Находилась она у нас на этих участках, которые мы раньше с вами фармили. Ну где мы прибили дверью огромное получается монстра, плюс здесь роботом были. Их всего по локациям 4 штуки, но мне написали, что 2 нужно, так что давайте пробовать, давайте создадим, надеюсь, что в дальнейшем оно нам не пригодится, так что поехали. Есть, отлично, установить защиту, встать за руль, навигатор, откуда тебя установить? Это мне подскажет. Улучшить, вот, есть. Так, добраться до разгонной станции. Во, давай пробовать. Я так понимаю, мы сейчас с вами должны будем отправиться на новую локацию. Только я предлагаю, знаете, что сделать? Залететь сюда и немножко подхелиться. Сейчас как раз заодно и проверим, будет ли нас стрелять. Во-первых, лазеры, во-вторых, вот эти вот роботы, которые тут летают. Так, вот еще какая-то коровка здесь светится. Интересно, что там. Давайте сейчас залетим сюда. Блоки размещения автоматических ремонтных бригад находились на внешней обшивке лайнера. Неудивительно, что они уцелели. Не может быть. Это же телепорт. Если пролететь через него на определенной скорости, то мы сможем попасть к нашей станции, оставшейся позади. Блин, мне кажется, что он меня опять разводит. Что-то реально, мне кажется, что он опять разводит нас. Проверяй. Так. Угу. Не выходит. Есть вариант, что телепорт поврежден, и ему не хватает энергии. Возможно, если пролететь со стрельбой, плазменные заряды разгонят позитронную сетку портала при столкновении и откроют проход. Блин, он нас разводит, ребят. Смотри. Теоретический портал может не срабатывать из-за того, что порталов вообще не существует. Вы в любой псевдонаучный бред верите. Но куда здесь может быть портал? Это же просто какая-то деталь от двигателя. А нашу станцию, скорее всего, уже давно разбили дрейфующие обломки. Так. Давай посмотрим, что здесь у нас. У нас тут как-то коровка светится. Интересно, что это такое. Может, мы сможем что-то золото здесь полезное, как думаете? Так. 200 метров. Хорошо. Так, ешь, это нам дает. Ага. Давай сюда залетим. Так, это деревья, да? Просто... Сейчас, ребят, погоди. Что-то у меня... Не хочет срабатывать. Так, 6000. Не, походу... Походу нам не сюда. Ладно, давай слетаем сейчас, починим корабль. И полетим уже на другую локацию. Я бы, конечно, с радостью на своей базе выращивал бы, наверное, растения и животных. Но тут, походу, не предусмотрено это все. И, как назло, здесь шифта нету. Ну, это максимальная скорость, с которой мы можем с вами летать. Увы. Так, ну шо, роботы будут по нам стрелять? Да, будут. А почему-то, да. Оно не сработало. Ладно. Работало? Нет, не сработало. Увы, не сработало. Ладно, сейчас немножко тянемся. Попробуем их добить вот тут, возле ремонтной станции. Так, где выпадло? Сильно, сильно быстрая. Так, и еще один, так, по-моему, слоса. Да. Все, мы разобрались. Так, погоди, я заблудился. Нет, не туда. Сейчас мы еще с этим разберемся. Есть. Так, погоди, где-то. Вот идем. Вот ты к тем. Потому что, если мы сейчас опять с вами прыгнем, у нас опять корабль поломается. Нужно будет опять это его все чинить, я с ума сойду. Так, шикарно. А теперь нам вот сюда нужно будет. А тут что, коровка светится, я реально не знаю. Че она там светится? Ладно, давай попробуем еще раз залететь туда, посмотрим. Может, как-то пристыкуемся. Вот тут где-то сейчас. Если нет, то полетим уже вот сюда, по заданиям. Блин, жалко, здесь ускорителей нет. Чтоб быстрее это все происходило. Просто в космосе мне-то нравится летать, но мне нравится летать просто в скафандре, а не в тачке. Так, и что ты от меня хочешь? Просто сюда мы вроде на эту локацию вернуться не сможем. Если я не ошибаюсь. Падла, я только корабль починил. Ладно. Так, что ты хочешь от меня здесь? Я даже не верю, что мы здесь можем с вами пристыковаться. Пристыковаться. Или сможем? Не. Не. Хорошо, давай наверх. Давай наверх и давай здесь посмотрим. Не, ребят, это все разломанное. Здесь я ничего не могу сделать. Ага, вот коровка. Зачем это? Да, здесь все шлюзы закрыты. Я так понимаю. Ага. Ааа, это я летающая корова. Правильно понимаю? Где она? Ладно, все, летим отсюда. Поигрались и хватит. Так, сюда же пройдем, пройдем. Давай. Блин, знал бы, что будет так долго. Наверное, изначально перед записью полетел бы на базу. И оттуда позже стартовал бы запись. Но ничего не поделаешь. Надеюсь, нам тысячу хп ровно не нужно. И нам хватит 900. Пиу-пиу. Ну, а чем еще заниматься, пока летим? Блин, это корабль что-то все время влево клонит. Заметили? Правильно, это же оно. Хотя, да, я угадаю. Нужно будет, наверное, опять, да, что-то тут чинить. Ну, и тоже свой чужой. Я угадал, нужно будет чинить, да? Хорошо, сейчас нужно будет туда с вами пообирать вот эти вот... Поступил запрос от защитных систем по протоколу свой-чужой. Надеюсь, нечитабельный номер и правда поможет. Турельки можешь уничтожить. Хотя, ладно, давай попробуем так просто. Работает. Запрос продолжает поступать, но активных действий защитная система не совершает. Отлично. Откуда здесь столько гробов? Без понятия, но явно... Я не представляю, какая это часть корабля, но здесь явно что-то происходит. Все мои датчики регистрируют невероятную энергетическую активность. Я воно сейчас что-то пойдет не так, ребята. Ой. Станция неактивна, но цела. Вероятно, отсутствует питание. Предлагаю найти место для стыковки и осмотреться. Какой старый коммуникационный корабль? Он того же возраста, что и обломки станции с ядрами брасич. Технический шлюз. Целый. Это точно обломки лайтера. Но опознать я их не могу. Ага. Чемодана нету. Так что придется вот так вот делать. А потом на следующей локации нужно будет думать, либо еще делать чемоданах, либо... Либо-либо... Либо я не знаю, потому что смотри, сколько у меня всего еще здесь лежит. Так. Блин, а чемодан с едой у меня там находится. Ну ладно. Поехали. Давай, наверное, мы с тобой... Очередная закрытая дверь. Как оригинально. Мне кажется, можно было бы что-то поинтереснее придумать. Согласен. Давай, наверное, мы с тобой сохранимся сначала. Чтобы мы сюда не возвращались. И поехали. Лучше бы я молчал. Серьезно. Согласен. Такого нам больше не надо. Так, побежали. Тихонько. Разгонная станция подключена напрямую вон теми проводами. Или вот этими. Хм. Но точно подключена, а значит можно возобновить питание. Думаешь? Судя по всему, гробы протягивали провода, но кто-то их всех убил. Так. Я, как обычно, это все забираю. Можете говорить все что угодно, но нам это пригодится, я уверен. Когда я буду финальную серию записывать. Я хочу отогровать ее большую базу. Убить робота термосом мог только другой робот, как мне кажется. Так, здесь больше ничего нету, да? Хорошо. Не верю, что здесь еще платы поставались. Которые нам нужны были. Ну, давай все-таки. Осмотрим всем. Молодим. Так, это нельзя ничего взять. Тут у нас... О! Магичка. Тут у нас все закрыто, да? Я так понимаю. Да. Хорошо. Нам-то-то... Предполагаю, что мы находимся в засекреченных отсеках лайнера, относящихся к центральному ядру корабля. Увидеть такое могли лишь избранные вроде вашего деда. Нам бы ту сторону. Хорошо. Так, что в инвентаре? Сейчас осталось место. Осторожно. Впереди какая-то активность. Окей. Так, дай сюда. Что у нас здесь? Баночку возьму. Возьму. Так, а то мы пробуем пробежать. Попробуем пробежать это все. Так, еще мне делать. Это то есть мне нужно будет сейчас за бластером возвращаться, который я потратил, да? А не. Мы сможем их просто разломать с вами. Хорошо. Ну, давай, еще чуть-чуть есть. Сломанный, сломанный. Так, вот там у нас что-то вроде было, да, еще? Давай посмотрим. А, нет, пусто. Здесь у нас тоже пусто. Водичка, водичка, водичка. Возьмем. Побежали. Так, давай ломать. Ну, блин, а хоть бы какие-то детальки с ним бы пали. Не знаю, что-нибудь полезное отдали. Так. Да, сейчас включим. Только надо будет посмотреть. Что мы выкинем? А что мы заберем? Ну, мне водичка нужна будет в любом случае. Ну, металл, прости. Да, нет, термос. Ладно, термос нам не нужен. Он типа как декорация идет. Изолента, изолента, титан. Сейчас, ребят, я думаю, просто, чтобы его такое выбросить. Все. Теперь точно больше ничего не влезет. Щелочь у нас есть. Похоже, что это мощный, смертельно опасный и нестабильный источник энергии. И нам, разумеется, нужно туда. Так, генератор. Ну, давай заберем. Это тоже штука полезная. Вроде бы, как бы, блин. Достивайся. Все. Кто-то разбил панель управления. Не хотелось бы паниковать, но нам эти ворота не открыть, если только я не смогу найти лазейку в их системе запирания. Так, сканировать хорошо. Скрытые взломостойкие петли. Механическое воздействие невозможно. Придется, наверное, возвращаться на корабль, да? И что-то делать. Окей. По сравнению с остальным массивом двери, если очень постараться, за пару лет мы сможем оставить здесь неплохую вмятину. Возможно. Мне кажется, что я понял, как устроены эти ворота. Нужно проверить центральный запорный клапан. Да, я понял, как это открыть. Для начала нам нужно три живых хомяка, две изоленты, бутылка, граната, около 20 килограммов металла, проволочный каркас, два мотора, но не очень мощных, краска, а точнее, часть баллона с краской, маленькие железные шарики, буквально штук 200 или 300. Но... Но логика же... Я... Э... К черту эту игру... Нет, ну серьезно. Почему на секретном и защищенном объекте стоит дверь, которую можно просто... О, забудем про дверь. Поверить не могу. Это же дополнительное малое ядро лайнера без названия. Оно все еще работает. Невероятно. Шикарно. Так, давайте смотреть. Генераторы. Есть. Вот эта вот штука мне тоже нужна. Так, побежали дальше. Просто, чтобы потом сюда, к примеру, не возвращаться. Хотя я вижу, что нужно будет возвращаться потом сюда. Осторожно. На платформе управления какой-то гроб. Угу. А что нужно? Похоже, именно этот гроб уничтожил всех остальных. Мне кажется, что это... Нет. Этого не может быть. Как такое возможно? Ведь сигнал был потерян. Но сомнений быть не может. Это точно он. Ваш дед. Гроб с вашим родственником погиб в сражении с другими гробами. Я уже совсем ничего не понимаю. Знаю, это непросто, но нужно его осмотреть. Так, осмотреть гроб деда. Угу, погоди. Вот ты. Мой любимый мужичок. Если ты это читаешь, значит у меня не получилось. Но ты заметил записку на холодильнике. Или на зеркале. Или в коридоре. Или на комоде. Или у себя на лбу. Я постарался оставить их везде. Прости. Ты должен остановить полет лайнера. Срочно. Я почти 58 лет проработал инженером в НИИ Космстрой. И в последние годы мы выполняли некоторые заказы для агентства Брессидж. Я мало с тобой общался по поводу моей работы. Это такое упущение. Но это сейчас не так важно. Я стал замечать странности в запросах Брессидж. И провел свое расследование. Теперь я уверен, они не те, за кого себя выдают. Брессидж, возможно, самая грандиозная и опасная афера в истории человечества. Будь добр, отнеси эту запись и нашу курочку к Борису Громову. Ты же помнишь моего старого друга в следственном отделе? Сегодня я попробую подобраться поближе. Нужны железные доказательства. Люблю тебя, дед. И не забудь покормить курицу. Она ключ. Брессидж. Нет, я не понимаю. Так значит, всего вот этого можно было избежать, если бы вы хотя бы умылись? Я... Мне... Я не знаю, что сказать. Но теперь это не важно. Главное, что ваш дед что-то знал о гробах, катастрофе и компании, которая создала меня. Я попробую расшифровать кассету и подожду, если вы захотите похоронить вашего родственника. Падла, блин, могли бы... Ладно, ладно. Сейчас давай мы его похороним, конечно, это да. Я просто хочу посмотреть, что у нас здесь находятся. Баночки, скляночки. Давайте сходим наверх. Сбегаем, наверное, на нашу базу. Выложим весь хлам. Собираем тут, что у нас есть. Сейчас как раз посмотрим. Тоже что-то есть? Так, можем отсканировать. Вот, да. Куча всего полезного. Это же главный помощник капитана лайнера. Видимо, эвакуироваться не успели даже самые значимые сотрудники корабля. Удивляюсь, что вы сумели выжить. Согласен. Так, ладно. Побежали на базу. Потом надо будет это все позабирать. Блин, где же мои ящики, а? Ребят, почему тут в игре нету ящика, которые там можно складировать? Это все есть только чемоданы. Ну, либо я их упустил. Я где-то не нашел. Знаю, может, для кого-то это и хлам. Возможно, то, что я собираю. Ну, я говорю, мне это все пригодится потом в дальнейшем. Опять же, вот эта вот коровка. Может, мне коровку надо было как-то, не знаю, лазером подбить. Он до сих пор светится. Ну, пусть это останется, корица, для меня тайной. Что с этой коровкой не так. Сейчас мы с вами залетим. Вот это вот сейчас здесь все скинем. Нужно будет потом... Оно просто везде уже у меня. Так, нужно скинуть. Так, выпить и скинуть. Так, хорошо. Но мне надо будет делать не знаю ящиков еще 5-6 на чемоданов. Чтобы это полностью все вылезло. Так. Для скука хлама. Вот вода у нас еще есть. Сладкий набор. Все. Шикарно. Пусть лежит. Пусть лежит. А мы побежали с вами дальше. Может, если получится, к коровке слетаем, как думаете? Я думаю, мы отсюда с вами не сможем улететь, либо сможем. Посмотрим, в общем. Так. Не, давай мы тебя, если что, заберем позже. Это да. Это да. Там и бегем обратно. Сейчас как раз деда похороним с вами. И заберем все, что мы не забрали. Просто вот эти индукторы, инжекторы, которые я с вами сейчас хочу забрать. На них в любом случае придется тратить те его ресурсы. И делать. Так, что у нас здесь ничего, да? Здесь вроде тоже пусто. Это кто у нас? Это мне надо. Так, еда. Ладно, давай на всякий пожарный заберем. Титан пока месь. Буду трогать не воду. Не знаю. Давай заберем титан. Блин, что это за звук был? На кого-то наступил. Так, сейчас, секунду, ребят. Забрать, забрать. Это тоже забрать. Сейчас поднимемся налево и направо. Позабираем все. Это мне тоже надо. Давай начнем отсюда. Так, есть. Хорошо. Эту жидкость тоже заберем. И тебя тоже мы заберем. Все. Давай вот сюда. Сейчас тут тоже заберем быстро. И пойдем уже по сюжету. Этот гроб пытался заменить себе поврежденные детали, снимая их со своего погибшего товарища. Так, отлично, отлично. Какая шикарная. Все. А здесь, по-моему, я ничего разоберять не могу. Да. Все. Тогда бегим. Бегим, бегим, бегим. Так, хотя... Сейчас, ребят, пару... Пару сек. Давайте тут тоже уже посмотрим. Ну, это еда. Ладно. Давай возьмем. Ну, чтобы я уже точно был спокоен, чтобы ничего не выпускаем. И не придется нам опять сюда возвращаться, а сразу можно будет улетать. Забрать. Не помню, для чего нам эта жидкость нужна. Но что-то мы из нее точно настроим. Предполагаю, что синий провод ведет к разгонной станции, потому что на нем так написано. Так, хорошо. А это еще что такое? Изучить. Возможно, его сюда поместил ваш дед. А может и нет. Я вообще не могу понять, что это. Так, инвентарь полон. Забрать. Есть. Все. У нас с вами есть бластер. Хорошо. Побежали к деду. Так. Перетащить гроб. Туда, на платформу экстренного сброса. Я бы должен рекомендовать не нарушать протокол похорон, а отнести покойного на челнок. Но с такими повреждениями гроба тело вашего родственника скоро попросту растечется по палубе. Он не заслужил такого. Теперь необходимо открыть шлюз и отдать последние почести этому великому человеку. Хорошо. Пошли, Тим. Его захватила гравитация и планеты. Как красиво. Стоп. Секунду. Что такое нейтробомба? Ха-ха-ха. Мы сюда прилетели, да? А, ладно. У меня нет функции дефрагментации. Пора уходить отсюда и надеяться, что мы погибнем раньше, чем до нас доберется судебная система. Так, подключите разгонную станцию. Хорошо. Блин, ребята, а вот это вот... Ахреть она? В связи с открывшимися обстоятельствами я еще больше уверен, что это обман и нам не стоит на нее отвлекаться. К тому же она знает, что это мы взорвали планету. Сейчас важнее всего подключить разгонную станцию и добраться до центрального ядра для активации варк ускорения. Вот это вот печалька была, конечно, с этой бомбой. Так. Вам нужен лом, 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 лом. Неважно, что вы сделали, но вы все сделали правильно. Осталось сделать это еще в паре мест на проводе, и малое ядро запитает разгонную станцию. И так расшифровать компромат я не смог, но содержимое скопирую, чтобы вы не потеряли. Сейчас, как мне кажется, необходимо подвести небольшой итог. Ваш дед расследовал некий глобальный заговор в Брэзидж, но умер, оставив после себя запрограммированного роботоубийцу с компроматом. Вы, эм, скажем так, не имея возможности обнаружить предупреждение деда на лбу, повезли хоронить его тело прямиком на лайнер без названия, на который он явно не хотел попасть. Через несколько часов лайнер был атакован зеленой вселенной, которую некто обманным путем использовал в своих целях. Зеленая вселенная, судя по всему, облажалась. Лайнер врезался в древнюю станцию, взорвался. Сотни гробов активировались, превратившись в агрессивных роботов, убивающих выживших. Ваш дед тоже активировался и хотел передать компромат по каким-то каналам связи, но погиб по второй раз. Теперь этот компромат у нас, и о нем явно знают роботы-лбийцы. Вам не кажется, что мы в зоне риска? Кажется, нужно уносить отсюда ноги, ребят, причем по-быстрому. Блин, кто знает по поводу этой коровки, кто играл в эту игрушку и летал туда? Напиши под этим видео, в комментарии, что она нам дает, либо ничего. Просто интересно, потому что я хочу отсюда драбать, из-за того, что мы планету с вами взорвали. Да, давай. Все, где стала библиотека? Пошли отсюда. Хорошо, давай. А, вот это вот, да? 700 метров. Полетели. Или все-таки слетать до коровки? Следующая точка автопилота полностью совпадает с координатами детки, переданными вам в последнем сообщении. Она и капитана звала на помощь, раз он отметил ее. Это точно не сулит нам ничего хорошего. Ага, то есть мы сейчас к детке, да, полетим? Правильно, я понимаю. Так, любитель шлюзов. Вар прыжок, стать за руль. Как думаете? Вар прыжок, либо за руль. Полетим до коровы, либо нет? Может, реально нам что-то это даст? Ну, 5000 метров. Блин. Реально, ребят, напишите меня. Хотя, если вы напишите, скажите Арчи, это важно было. Боже, какой беспорядок. Не смотрите на это все. Блин, давай, наверное, давай, наверное, все-таки слетаем. Давай все-таки попробуем слетать. Посмотрим, что у нас здесь есть. А, я думаю, уже в следующей серии мы с вами отправимся к детке. Только погоди, я сделаю вот так. Не хотелось бы потом заново это все проходить. Да-да-да, и ничего не пишите по поводу моего беспорядка на корабле. Мне нужны все ресурсы. Вот прям максимально все. Я бы вот этот булыжник с собой забрал бы. Он мне тоже нужен. Но, увы, не могу. Да, кстати, сейчас попробуем корову мейкнуть с помощью лазера. Если это нам ничего не даст, я просто загружусь и вернусь туда, где, до станции. А если что-то обнаружим, то будет интересно. Блин, дайте мне двигатели получше сделать на нашем корабле. Чтобы были эти какие-то с ускорителями. Мне интересно, как детка выглядит. По фотографии, конечно, там ничего такая, да? Но там только сезюля видно. А от лица не видно. Пиу-пиу. Как в день независимости во второй части. Помните? Как они на луну напали. Так. Иди сюда. Сейчас нам нужно будет с этой стороны как-то облететь это все. Вот. А так нужно делать. Или что мне нужно? О, смотри. Исчезла. Ага, вот появилась. 20 метров. Но что это такое? Что мне тут нужно? Что мне здесь нужно делать, скажите, пожалуйста? Что от меня хотят? Так, ты кто? Стоп. Если честно, я вообще ничего не вижу. 35 метров. Может, сюда нужно пристыковаться как-то? Или что мне нужно сделать? Давай попробуем, не знаю. Но вряд ли, да? Вот она вот прям 70 метров. 50. Не, ребят, я... Либо я чуть не понимаю. Либо оно не работает. Хорошо, давай облетим полностью. Полностью облетим и посмотрим. Самое интересное, я даже с корабля выйти не могу. Хорошо, вот здесь. Могу пришвартоваться? Нет, не могу. Ну, я уже для успокоения, кажется, своей... Души просто... Полетаю, посмотрю, что здесь есть. А чего здесь нету? Так, тихонько. Я тоже не думаю, что это законно, но... Ты же меня зачем-то сюда привел. Что бы что? Так, ну тут шлюза нету. Так, может и поберечь, я не знаю, но... Что от меня хотят? Может, эта штука замерзшая, и нужно разбить? Не? Ладно, не знаю. Напишите мне, что я здесь упустил. Только не так, что там был шлюз. Ну, конкретно, типа, где там? И что я здесь упускаю? Если, конечно, вы знаете. Потому что я, если честно, то без понятия. Я сюда вообще не могу никак залететь. Коров стрелять, конечно, это прикольно. Замороженных, но... Ну, ладушки. Так, ладно, ребят. Давайте, наверное... На этом, в принципе, и закончим. Если что, то в следующей серии уже полетим с вами к детке, да? Сейчас только посмотрим, что у нас здесь находится. Не, я без понятия, честно. Это вообще что-то делать. Так что, все. Ребят, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Да потом. В следующей серии уже сразу отсюда стартанем. И полетим к нашей детке. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok